Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Что если я скажу вам, что вы все еще можете заработать 50-100 иксов на альткоинах? Время еще есть, и нас еще ждет самый большой альткоин-сезон в истории криптовалюты. В этом видео я расскажу про экосистему, которая может взорваться из-за халвинга биткоина. Но прежде не забудь поставить лайк, это очень помогает видеороликам и каналу. Поставил? Большое спасибо за поддержку, мы приближаемся к 300 тысячам подписчиков, это очень круто. Итак, биткоин достиг исторического пика еще до халвинга, но посмотри на этот график капитализации альткоинов без биткоина. Мы видим, что они явно отстают от биткоина, и чтобы догнать биткоин, альткоинам нужно вырасти еще на 500 миллиардов долларов. Почему альткоины отстают? Потому что биткоин не теряет своего доминирования. Обычно альткоины начинают бурно расти тогда, когда деньги перетекают из биткоина в альту, и чтобы это произошло, доминирование биткоина должно упасть. И в этом прячется два интересных вывода. Первый. Альткоинам все еще предстоит восстановиться после крайнего медвежьего рынка и достичь исторического пика. Настоящий альткоин сезон начнется тогда, когда это произойдет, и когда график альткоинов достигнет неизведанной ранее территории. Если проводить аналогии с прошлым альткоин циклом, этот альткоин цикл должен привести капитализацию всех альткоинов до 3 триллионов долларов. Сейчас она составляет 1,1 триллиона долларов. И второй крайне важный вывод, особенно если ты собираешься покупать альткоины, без падения доминирования биткоина альткоин сезона не будет. Это очень важно. Альткоин сезон в 2017 году был спровоцирован падением доминирования биткоина. Альткоин сезон в 2021 году был спровоцирован падением доминирования биткоина. Сейчас мы не видим никакого падения доминирования биткоина. Более того, оно все еще находится в растущем тренде. Так что будь очень осторожен и внимательно следи за этим графиком, чтобы принимать решение. Я буду публиковать обновления по этому графику у себя в новостном телеграм-канале, ссылка на него будет в описании. Подпишись обязательно. Наша цель там 20 тысяч подписчиков. Кроме доминирования биткоина, я считаю, что и спотовый эфириум ETF способен спровоцировать такой масштабный взрыв альткоинов. И его могут одобрить уже 23 мая этого года. Очень важно следить и за этим событием тоже. Однако стоит понимать, что его могут и не одобрить, и тогда рынок может отреагировать, например, 20% краткосрочным падением. Два дня назад в большом видео я говорил о том, что настроен оптимистично по отношению к экосистеме биткоина в связи не только с халвингом, но и с тем, что они очень хорошо откорректировались, как ты видишь на этом графике. Напомню об этом графике. Это сила альткоинов экосистемы биткоина по отношению ко всем остальным альткоинам. Коррекции этих альткоинов из экосистемы биткоина достигают 70%. И для меня это бычий признак, особенно учитывая приближающийся халвинг, который случится уже приблизительно через 8 дней всего лишь. Каждые 4 года в день халвинга количество новых добытых биткоинов сокращается вдвое. Это приводит и к тому, что вознаграждение, получаемое майнерами за каждый блок, также сокращается на 50%. Это не значит, что после халвинга биткоин и альткоины немедленно взлетят. Ведь и доходность майнеров тоже упадет. Биткоин все равно может упасть ниже 50 тысяч долларов, и это вполне нормально. Директор крупнейшего криптомайнера Marathon сказал, что уровень без убытка для компании будет в диапазоне от 46 тысяч долларов за биткоин. Например, после халвинга 2020 затраты на майнинг биткоина выросли вдвое. Однако вскоре после этого последовал параболический рост цены, который покрыл затраты и обеспечил прибыльность майнерам. Так что не удивляйся, если вокруг даты халвинга ты увидишь просадки цен на рынке. Если биткоин упадет до 50 тысяч долларов, это не будет медвежьим сигналом. Наоборот. Но если смотреть на глобальный график, ты видишь, что в ближайшие полгода после халвинга цена переходит в фазу параболического роста. Итак, экосистема биткоина. Это токены стандарта BRC20, которые позволяют создавать NFT на блокчейне биткоина, которые позволяют создавать игровые токены, которые создают мемкоины и все остальное на блокчейне биткоина. Несмотря на коррекцию этих токенов, транзакционная активность BRC20 остается высокой, как ты видишь на этом графике. Это указывает на то, что нарратив утвердился и потенциально может стать долгосрочной тенденцией. Учитывая, что на длинной дистанции после халвинга цена биткоина взрывается, и то, что рост биткоина способствует росту его экосистемы, то халвинг в итоге простимулирует рост DeFi токенов на биткоине. По-моему, это логично. В ближайшие месяцы, скорее всего, многие из этих токенов будут преодолевать свои исторические пики. И идеальным историческим примером этого является экосистема эфириума, которая выросла с 14 миллиардов долларов до 550 миллиардов долларов. Экосистема биткоина будет следовать той же схеме, так как к этому нарративу будут присоединяться и такие капиталисты, как BlackRock. Кстати говоря, на данный момент залоченная стоимость в экосистеме биткоина составляет всего лишь 1,3 миллиарда долларов. А у эфириума 550 миллиардов долларов. Только представь себе потенциал этой экосистемы. Поэтому я и считаю, что экосистема биткоина может стать хорошей возможностью изменить свою жизнь. Но особо не жадничай, ставь цели, фиксируй прибыли, ведь многие из этих монет впоследствии могут обвалиться на 95 или 99%. Многие из этих монет могут соскамиться. Я лично ставлю ордера на продажи 50% монет на каждые x2 цены. Итак, я проанализировал сотни монет из экосистемы биткоина, чтобы показать тебе десяток тех, которые я покупаю до халвинга прямо сейчас. И первая монета это Intangle. Это протокол, который нужен для подключения к экосистеме биткоина. Он соединяет биткоин как с Web2.0, так и с Web3.0. Рыночная капитализация этой монеты 199 миллионов долларов, поэтому многих иксов от нее я не ожидаю. Около 5 иксов. Вторая монета BitcoinCats. Это платформа GameFi для экосистемы биткоина, которая соединяет биткоин с эфиром и другими блокчейнами. Игровой сектор в криптовалюте до сих пор кажется мне перспективным, потому что все люди играют в игры, а игровой рынок оценивается в сотни миллиардов долларов. Но в экосистеме биткоина он все еще не реализовал свой потенциал, так же как например в экосистеме эфириума. Рыночная капитализация 1кат всего 90 миллионов долларов, так что 10 иксов монета может дать. Третья монета это Satoshi VM. Это одно из самых популярных решений второго уровня для биткоина. Как второго уровня для эфира, только для биткоина. Но при этом эта монета совместима и с эфиром. Рыночная капитализация 60 миллионов долларов. Я не ожидаю здесь огромной прибыли, но с ростом биткоина спустя несколько месяцев после халвинга мы можем увидеть 3 икса и даже больше. Четвертая монета это BFI Labs. Это мультичейн кошелек на биткоине, который опять же связывает биткоин с другими экосистемами. Например с эфиром. Рыночная капитализация 65 миллионов долларов. Это очень удобная для пользователя технология. И если лучшего аналога не появится в ближайшее время, то токен может свободно дать даже 20 иксов в этом году. Пятая монета это Satoshi Sync. Это первый кроссчейн протокол совместимости и ликвидности для экосистемы децентрализованных финансов биткоина. Это как эфириум DeFi, только биткоин DeFi. Команда этого проекта уже создавала решение второго уровня для биткоина. И она поддерживается Селестией. Наверняка ты о ней слышал. Селестия уже достаточно крупная монета, которая поддерживает эту монетку. Рыночная капитализация Satoshi Sync всего 8 миллионов долларов. И мне очень нравится ее график, который до сих пор не вышел из этого накопления. Шестая монета это Liver. Это одна из первых торговых платформ DeFi с кредитным плечом для экосистемы биткоина. Капитализация выше 100 миллионов долларов. И я должен сказать, что я уже покупал эту монету в ноябре и декабре 2023 года. Но в начале марта купил опять. Поскольку проект первым занял эту нишу в децентрализованных биткоин финансах BTC FI и все делает правильно, токен вполне может оставаться на плаву и вырасти в 10 раз в этом году. Седьмая монета это LFG. Децентрализованная биржа для протокола RUNS в экосистеме биткоина. Капитализация 38 миллионов долларов. Я считаю, что децентрализованные биржи это тоже тренд будущего. Поэтому тоже купил эту монету. И ожидаю от нее около 5 иксов. Восьмая монета это BitStable. Это проект, который позволяет генерировать стейблкоины в экосистеме биткоина. Под залоговые активы экосистемы биткоина. Проще говоря, с его помощью на блокчейне биткоина можно запускать стейблкоины, обеспеченные экосистемой биткоина. Рыночная капитализация всего 23 миллиона долларов. Он все еще находится в зоне накопления и только что пробил вот этот нисходящий тренд и пытается закрепиться выше него. Если у него это получится, мы увидим продолжение роста цены вплоть до верхней границы этого канала, что уже 2 икса. Проект только начал набирать обороты, поэтому я ожидаю увеличения в 2-3 раза в ближайшие месяцы после халвинга. Ну и куда же без мемкоинов? Это очень опасные инвестиции, но чем выше риск, тем выше прибыли, не так ли? Девятая монета это MICE с рыночной капитализацией в 20 миллионов долларов. Мне нравится этот мемкоин чисто технически. Посмотри на этот график. Не купить ее на таком графике я просто не смог. Все остальное в ней выполнено в лучших традициях мемкоинов, начиная от аватарки и заканчивая сообществом в Твиттере. Жду от нее как минимум 100 или 200% в ближайшие несколько месяцев после халвинга. Десятая и одиннадцатая монета это криптовалютные игры из экосистемы биткоина. Игровой сектор криптовалюты игнорировать нельзя, поэтому я выбрал для себя 2 монеты. Heroes of Mavia это мобильная стратегическая игра на основе блокчейнов, в которой пользователи строят базы, ведут свои армии в сражениях с другими игроками и получают за это криптовалютные награды. Рыночная капитализация этого проекта 155 миллионов долларов. И наконец Star Heroes это киберспортивный космический шутер, который поддерживает и Web 3.0 и Web 2.0. В игре предварительно зарегистрировано уже 400 тысяч игроков, а рыночная капитализация всего лишь 28 миллионов долларов. Оба графика и этот график и этот график для меня выглядят как покупка. Кроме того Star Heroes оказывается поддерживается грантами от GamesWift и Microsoft. И закончу этим постом в Твиттере. Очень интересный пост, в котором ты можешь самостоятельно изучить все эти проекты из экосистемы биткоина. Они отсортированы по рыночным капитализациям. Чем меньше капитализация, тем выше риски, но и больше потенциальная прибыль. Поэтому изучай эти монеты, делай свое собственное исследование, но не забывай, что инвестиции в криптовалюту это риск потерять все свои деньги. Так что инвестируй то, что готов потерять. Не будь жадным и фиксируй прибыли. Ты наверняка слышал множество историй о том, как кто-то купил монету на 100 долларов и получил 3 миллиона долларов. Но тебе никто никогда не рассказывал истории, когда люди вкладывали 100 тысяч долларов и теряли практически все. Поэтому будь очень осторожен, холоден и рационален. На этом все. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу, а для меня это лучшая мотивация. Большое спасибо. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok